Виктория из трёхэтажки на улице Тарасенко, куда 6 октября прилетел один из российских искандеров, чудом выжила. Я спала в той комнате, что с улицы, потому что если бы стоишь со двора, там бы убило точно. Этот отель стал убежищем для неё и ещё более двух десятков соседей. Меня спрашивают, есть где жить? Ну как? Воды нет, газа нет, электрики нет. Где жить? Здесь у нас находятся две... Александр Скрыников ещё 24 февраля 1922 года открыл двери своего отеля для всех, кто пострадал от войны. Первыми здесь поселились жители Северной Салтовки. Сейчас переселенцы из Купенска, Волчанска. За всю полномасштабную войну тысячи людей. На каждом этаже у нас проживает по 20 человек. Четыре умывальника, две душевых и два туалета. Теперь заселились пострадавшие от обстрела на улице Тарасенко. Плату с них, говорит, не берёт, хоть и сам в долгах. Два миллиона гривен на сегодняшний день. Потому что не берёте оплаты с людей? А с кого брать кошты, если они приходят без ничего? Люди в одно мгновение потеряли всё, что имели. Марина и Сергей не любы, всю войну волонтёрили. Теперь и сами нуждаются в помощи. У нас старый дом, толстые стены. Это нас и спасло. Понимая, что достаточно близко к нам прилетело, при этом мы обошлись синяками и царапинами, и с лёгкой контузией. Но учитывая, что это прилетел Искандер, нам очень повезло. 6 октября супругов разбудил мощный взрыв. Марина показывает жильё. Над её головой пролетела оконная рама. Чуть не убила. Их квартира рядом с той, где погибли бабушка и десятилетний мальчик. Слева от нас квартира соседей, куда прямое попадание было. Здесь самые большие разрушения. Мебель вообще в угол отбросила. Их у стены уцелели. Нарушены все коммуникации. Вода, канализация, газ. Так что жизнь здесь невозможна, рассказывает женщина. Этот дом пострадал больше всего. Было прямое попадание, говорит глава райадминистрации. В общем, только в этом районе повреждено 43 дома. Мы задействовали почти весь свой ресурс. Почти все работы по закрытию контуров мы закончили. Мы закрыли окно, а сейчас работаем над крышей в повреждённом доме. К зиме будут стараться отремонтировать и подать отопление в 4 подъезда из 5. Ведутся работы по восстановлению подачи газа, воды. Всё восстанавливается потихоньку. Отопление будет запуск некоторых подъездов, кроме третьего, к сожалению. В то утро Россия ударила двумя ракетами. Вторая упала в центре Харькова. Взрывная волна покатилась несколькими улицами. Ракетными ударами по Харькову 6 октября повреждены более 100 домов. В этом, например, вырвало верхний этаж. Вокруг повылетали рамы. Кое-где нет даже балконов, чтобы всё это отремонтировать. Каждый день работают 400 коммунальщиков. В результате атаки изуродовано более трёх десятков крыш. Выбито 3000 окон. Высоковольтные линии электропередач уже восстановили. Повреждены водопроводные и газовые трубы. Самой проблемной остаётся трёхэтажка на Тарасенко, признаёт харьковский городской глава Игорь Терехов. Однако шансы на восстановление есть. Мы работаем над проектным решением, потому что там лестничные пролёты, несущие конструкции. Нам надо обследовать их, чтобы сказать, как это всё отстроить. Но всё это планируют на следующий год, говорит Терехов. И то при условии, что будут деньги. Ведь за всю полномасштабную войну Россия нанесла Харькову огромный ущерб. На восстановление повреждённого жилья нужно 9,5 миллиардов долларов. Ни один город в стране самостоятельно с такой бедой не справится.